По собственному желанию или осознав вину, на главу администрации Петушинского района заведено уголовное дело. По версии следствия, 48-летний Олег Котров погорел на квартирах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приобретаются они по целевой программе на средства областной администрации. Котров необоснованно завысил стоимость приобретаемого жилья и заключил 9 контрактов с фирмой, директором и учредителем которой является его супруга. Общая сумма ущерба областному бюджету превысила 1 миллион 200 тысяч рублей. По результатам проверки прокуратура направила информацию в местный райсовет для решения вопроса об освобождении Котрова от занимаемой должности. Но глава администрации решил не тянуть с увольнением и подал заявление по собственному желанию. Интрига теперь в том, покинет ли Котров после рекретаря местного отделения партии «Единая Россия». Крайне вопиющий факт, мы говорим это компанищине, если продают квартиры детям-сиротам, по завышенной цене и участвуют в этом родственники, главы. Это нормально? Я думаю, это возмущение всего народа. И у меня, в первую очередь, как у прокурора. И, конечно, я буду возбуждать дела, несмотря ни на что. Внимательно следить за представителями власти областной прокурор пообещал и дальше. Сегодня Игорь Пантюшин проводил коллегию. По сути, это первые итоги его работы. Пантюшин стал областным прокурором сравнительно недавно. За 6 месяцев 2014 года количество преступлений не увеличилось. Самые больные точки связаны как раз с жилищными правоотношениями. Сказал Игорь Пантюшин, и что держит на контроле дело о громкой аварии, в которой автомобиль депутата ЗАГС Собрания Сергея Курашева стал причиной гибели 62-летнего пенсионера. Для меня дела все одинаковые. Мне главное, чтобы был соблюден закон. И моя позиция, чтобы никто не виновный не пострадал, а виновный не ушел от ответственности. Я думаю, что я своего добьюсь. Но давление никакого не ощущает ни следствие, ни вы. Ну, не знаю, каких-то... Ну, вы посмотрите на меня, кто на меня может давить. Спасибо.